Опа! Уважаемые дамочки и господамочки! Добро пожаловать на начало нашей невероятной битвы армий! Сегодня против меня выскакивает Дрюня и Чикибряк. Как можете наблюдать на карте, наши базы находятся недалеко друг от друга, и заходящие люди уже начинают разбегаться по своим базам. А для чего мы это всё делаем? Всё просто. У нас есть вот такой вот флаг. У каждого на базе. И для того, чтобы победить в этом противостоянии, необходимо принести все три флага на одну базу. То есть, если мой флаг украдут и принесут, допустим, к себе зелёные, игра для меня не закончена, пока зелёные не принесут флаг синих. То есть, вот такое вот правило для того, чтобы максимально продлить эту игру и сделать её интересной, динамичной и эпичной. Сразу скажу, что сборку мы собирали в кратчайшие сроки, потому что Дрюня у нас работяга-трудяга, у него очень такой серьёзный график, и попасть на один сервер с ним в одно время на съёмке достаточно тяжело. Так что всё делалось на скорую руку вместе со всей армией подписчиков. Тут ещё, конечно, не все зашли на сервер, потому что у нас тут был перезапуск, из-за того, что я немного не так установил сборку. Мы всё поперепроверили по сто раз. Я надеюсь, всё будет работать хорошо. И если так, то данный видеоролик я больше чем уверен, что вам очень сильно понравится. Так что с вас лайк. Кстати говоря, инструменты крафтятся сразу зачурованными. Это сделано для того, чтобы упростить наше выживание и сделать больше акцента на какое-то PvP и моменты, нежели на обычный грим в шахте, потому что вот эти вечные шахтёрства, я думаю, они вам надоели. В сборке, на самом деле, очень много изменённых крафтов. Я вам их покажу чуть попозже, потому что сейчас про них смысла говорить нет. Нам надо просто быстрее оружие сделать, чтобы если кто-то пришёл к нам копать, мы, ну, ахалай-махалай, чизаусас сделали. Если что, когда люди кидают метки на базы в чат, в этом нет ничего страшного, потому что все и так знают, где эти базы. Они на одной карте находятся, на расстоянии там в районе 20 блоков. Я сразу тогда поставлю верстак, начну делать факела, чтобы освещать свою шахту, и параллельно я хочу скрафтить себе топор, потому что мало ли на нас кто-то сейчас нападёт. Святой человек, который факел принёс. Да, я согласен. Давайте, парни, сразу. Нам надо до глубины докопать. Я не знаю, какая на этой версии оптимальная высота для раскопок. 64, это алмаза. Это про минус ты говоришь уже? Да, да, да. Всё, тогда копаем, сразу кирочки вот это вот всё делаем, по максимуму развиваемся. Нам просто надо за спидранть огнестрел. А откуда у вас уже зачарки? Так ты каменную кирку сделай, ты чё здесь деревянный бегаешь? А чем там Джон Вик орудовал в своих фильмах? Пистолетом, да, я просто особо не смотрел. Карандашом, карандашом. Давайте карандаш скрафтим, пойди зелёных вырежи. Можно влетать, кстати. Заберём отсюда сейчас всё. Медь тоже добывайте, потому что она для патронов используется. Вообще всё добывайте, парни, всё надо. Так, у нас канело идёт наверх, я тогда с остальными ребятами спускаюсь вниз. А у кого-то дерево на верстак будет, потому что моей кирке вообще недолго жить осталось. Слушайте, нам ещё дровосек нужен. Сделай себе топор и иди рубай дерево. Просто миллиарды, триллионы. Потому что как раз из древесного угля делается порох. Ну, по крайней мере, я просил так сделать. Просто крафтвикер на этой версии ужасно неудобный, поэтому этим слайз занимался. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой, там железо миллиард. Всё, мы с типчиком всё заберём. Я просто не знаю. О, яхта шмана, кана. Давай, еду сюда, тварь ты, заражённая. Где-то здесь я видел кучу железа. Да, вот они, миллиарды. А тут ещё удача влияет на железо, как бы. Смотрите, с двух я добыл три. А то, что мы тоже расставляем? Да, можно поставить для удобства. У тебя дерева нет с собой? А, есть. Поставь верстачок. Мы сейчас сразу железные забубеним кирки. Давайте, нам больше печек тогда это всё. Ещё надо ставить, как думаешь? Да пока хватит. Медь пока не торопитесь плавить. Нет, не деревом, давай углём. Всё, просто по кирочке сейчас. Ам-ам-ам, потом алмазики, потом назериты. Мы, кстати, когда сделаем алмазную кирку, нам обязательно нужен будет человек, который будет жёстко гриндить обсидиан. Там, если что, это шахта заброшенная. Сейчас пойдём, будем всё добывать. Давай тогда одного кого-то оставим, он этот за железом последит. А у кого есть кирки, погнали сразу работать. Алмазы нашёл? Пойдём я добуду. Красава, уже алмазики есть. Ох, ё-моё, тут всё в крепаках. Стой, подожди. Тут скелет. Это наш первый порох. Ладно, это не голден. О, красава. Блин, ну всего один. Вы получили плюс два сердца, а где они? Ха, я специально установил мод для того, чтобы за поедание уникальной еды у тебя было больше сердец, но я немного не понял, как он работает. Ладно, давайте тогда всё подряд добываем, чё видим. Чё-то, чё-то... Мобов главное сносить. Аларм нашёл, нашёл. Где? А как ты их отсюда нашёл? Так я бежал. Вы меня потеряли, а вот тут вот где-то был, вот ходил. Вон они, вон там. Ага. Всё-таки-то у меня подозрения есть к нему. Ну, слушайте, три есть. Можешь тогда железную мне отдать? Да, конечно. Я бы мой алмаз отдал бы по-хорошему, но я сейчас пойду её жёстко фармить. Слушайте, а давайте сразу Назерит начнём долбать тогда. Типа, сейчас... Ой-ой-ой, тихо, не взорви. Просто у нас тут Назерит крафтится. Сейчас вам покажу. Видите, крафтится Назерит, а из него можно будет сделать бронь. И она идёт сразу зачарованная, это самый топовый сет на сборке. И вот только с ним можно нормально будет постреляться. Я тогда пойду поближе к выходу, и там начнут делать прокоп вниз. Потому что эти пещеры, пацаны, обнесут максимально быстро. Так, где-то вот отсюда мы, получается, пришли. Чё там ещё раз по высоте самый хороший? Минус 50, минус 60, хорошо. И, слушайте, помимо лесоруба на улице нам нужен ещё какой-нибудь кровоубийца, который будет ходить выбивать нам еду. Ну чё, я, наверное, тогда на 55-й буду копать. Посмотрим, чё из этого выйдет, получится ли у меня что-то найти. Ну пока грёбанная пустота. Ну я хотя бы сейчас долавы прокопаю, чтобы потом миллиарды обсидия надо добывать. Ой, ну хоть Редстоун есть. Опа, алмазики. Хорошо. И тут прям нормально их? То есть могу ребятам кирк наделать? Да, 11 алмазов. Неужели мне на них начинают везти? Ещё и железо есть. Это всё сюда. О, всё, я нашёл лаву. Блин, тут где-то надо мной скелет прям. Да, у меня ХП очень мало. Ещё один скелет. Всё, мне надо на улицу выбираться, потому что долго я здесь не проживу. Он меня убьёт. Да. Но у меня не было варианта выжить. Потому что у меня одно ХП. Меня не улутайте, я приду сейчас. Мы ещё договорились, что первые дня три флаги не трогаем. Потому что сейчас я могу один просто побежать. В аккурат у пацанов флаги украсть, поставить их, и игра на этом закончится. А нафиг оно нам надо? Скелетов много прям возле базы. Её надо как-то подзастроить. Сейчас будем разбираться. Просто начало самое тяжёлое. Я как бы ребятами не командую. Я даю им возможность реализовать самих себя. Просто кому-то удобнее будет дерево добывать. Кому-то больше нравится в шахте сидеть. Вот, чё по кайф, то пусть и делают. А потом уже, да, пойдут колы. Но зато я вылез из шахты с фулл ХП. И мне их сейчас немного снимут. Спасибо, скелет. Надо щит делать против этих гадов. Тут ещё одна костля бегала. Ладно, надо это всё добро скидывать. А железо кидать на плавку сразу. Можете выходить из шахты, выносить ресурсы. Посмотрим, что у нас уже есть. Я просто, знаете что, хочу заспидранить первый ствол. Или даже два. И пойти и разнести одну команду, забрать у них ресурсы первые. Пока они не готовы. Для того, чтобы нам начать делать оружие, необходимо создать оружейный верстак. И он делается у нас из железного блока. Ну и, в общем, по сути, пыль. Самый дорогой, это, конечно, железный блок. И он у меня есть. А всё остальное надо ждать, пока она плавится. Кто у нас будет шахтёрами? Кто сверху? Я могу вам кирку алмазную сделать дать. На. Ты будешь копаться. Всё, по сути, мне хватает на оружейный верстак. Поставлю его пока где-нибудь здесь. И первое оружие, которое я могу сделать, это, наверное, у нас будет какой-нибудь глок. На него нужно 16 железных слитков. Глок у нас на 9-мм калибре. И как делать всё эти патроны? Нужен порох и медь. О, он и метис добыл, красава. Его крафтить не придётся. Мы на всех случаях добавили крафт. Вдруг у кого-то его не будет под базой. Сейчас, подождите, мне сейчас нужна вся медь, всё железо. Я быстро делаю ствол. Может, даже два, если хватит. И порох надо сделать. Порох у нас тоже крафтится. Для него нужен кремний, редстолл и древесный уголь. И пороха создаётся достаточно много, потому что патроны здесь улетают максимально быстро. И не хотелось бы как-то это всё в хардкор возводить. Чел красава, ресов добыл. Я сейчас, может, даже нам всем стволы сделаю, пацаны. Мы пойдём просто сейчас кого-нибудь загасим жёстко. Надо только по печкам это всё грамотно раскинуть. По оружиям чё? Ну, я думаю, мы ограничимся обычными пистолетами. То есть обычными глаками, я думаю. Всё, у меня есть четыре пистолета. Теперь на эти пистолеты надо наделать патронов. А тут уже придётся медь плавить. У нас старт пока очень хороший, на самом деле. Тогда я на вот эти алмазы делаю кирки, пацанам. А два останется. Слушайте, я скинул две алмазные кирки зачарованные в ящик. Шахтёры можете брать. Бронь смысла я не вижу делать. Тот либо назеритовская, либо никакая. Ещё надо поставить дерево на древесный уголь. Это, наверное, основной компонент для создания пороха. И надо угля очень много. 60 патронов. Короче, надо на каждого по 60 патронов сделать, чтобы прям наверняка хватило. Сейчас, по сути, всё у меня в медь упирается. Ещё могу порох сделать? Нужен кремень. Кто в шахте, добудьте кремня. Вы киркой будете его с первого блока получать. О, ещё пороха подогнали. Хорошо. По 60 патронов крафтся. То есть буквально две меди и всё. И можем первую экспедицию отправлять. Ну, я её буду участником. Так, смотрите, мне нужны самые заряженные, которые в себе уверены, которые умеют стрелять, знают. И свой с чатом. Ну, давай, Канело. Ну, сори, Блэк Ти. Я тебя знаю, как бы, но Канело попроверенней. Хотя, можем и тебе сейчас сделать пушку. Почему бы и нет? Железо дайте мне. И смотрите, пацаны, пока у нас не будет, какая у вас цель? Производство древесного угля, кремния и плавка всех ресурсов. Я сейчас всё поскидываю. Я даже кирку свою оставлю. И еду тоже надо добывать как-то. Так, Блэк Ти, иди сюда. А то чё-то как-то мне его жалко стало, он так хотел, так хотел. Патроны у нас ограничены, так что действуем быстро. На кого вылетаем? На кратярух? Давай, наверное, на чекича, они потом просто попасть не будут. Мне чё, нужен будет топор с собой и блоки. По сути, всё. Давай тогда в окрестностях еды набьём, чтобы мы фул были, и у нас по пару кусочков мяса. Так что выдвигайтесь со мной, кто пойдёт. А те, кто на базе, скрафтите хотя бы несколько пистолетов для дефа какого-то. Потому что они могут в ответ прийти. Просто если мы проиграем, вам придётся отбиваться. Да, по животным тут проблемно. Бедная и то смотри, где стоит. Она уже отчаялась у меня, друзья. А вообще, можно рыбу половить, она же так спавнится, он её кучит. Да, да, да. Мы влетаем на базу, их быстро убиваем, ломаем ящики, хватаем всё, чё, если просто убегаем. Вот как-то так сделаем. А чё она такая шустрая? Она же по-любому выносили на улицу. Сейчас соснова должна в шахте сидеть, так что мы начали. Просто подойдём, своруем и всё. Чё, надо это пожарить теперь. Ха, понравили на базу. Или ещё лосося половим. Давай, этот косяк просто сносим весь. Ой, я тебя долбанул. Стволы, скорее всего, тоже имеются у них. Перезарядите оружие, проверьте. Давай, я подстройку делаю. И просто отстреливайте, потом влетайте. Нормально, удобную делаю. Вы мешайте. Отстрел, потом влёт. Хорошо, идём, хорошо, идём. Не останавливаемся. Всех, всех сносим. Нон мёрси. Кровать, кровать ломаем. Всё, кровать. Всё, ящики ломаем, уходим. Ломайте, зачем вы лутаете? Всё, забрали, ушли. Уходим резко. А там кто-то в жильяске были, золотали его? Я не знаю, я не смотрел. Меня убили, пацаны, на базе их с топором. Я думал, это наш. Разменяйте, пожалуйста, и донесите всё. Ящики сделали новые? Вот, смотрите, парни, два ящика. Вот сюда поскидывайте всё, что принесли. Я просто хочу глянуть. Ой-ёй-ёй-ёй, потрошки. Ой-ёй-ёй, и алмазы, и всё, и оружие. Чизал, САС? Разбирайте оружие. Надо стены построить тоже. Да, да, сейчас займёмся. Просто из любого блока начинаем строить стены. Смотрите, один блок травы оставляйте, от бедра к отступу. И просто делайте стены. И по краям надо сделать вышки небольшие. Давай шахту просто в ход соседний рядом прокопаем. Парни, поставьте, пожалуйста, много печек и просто плавьте всё. 50 алмазов? Ты накопал их? Ебана-мамана. Слушайте, надо 2-3 человека с ведрами. Берите алмазные кирки и копайте апсу. Апсуй золото. Смотри, я вот здесь вот сейчас, короче, закапываю сундук. И тут просто будет лежать рез, который не надо трогать, если что. Вот, пусть алмазы стоят. Мне нужна медь-порох плавленая. Плавьте, плавьте, ребят, кто-то. Надо ответственного назначить, кто хочет быть, чтобы просто плавкой занимался. Тут, к сожалению, всем стрелками не получится быть первое время. Надо какую-то работу на себя брать. Ну, смотрите, никто не захотел, поэтому придётся назначать. Правильно? Правильно. Владик, ты же у нас охранник базы вечной. Давай ты у нас будешь плавить всё. Просто кидай всё в печку, чтобы оно всегда было плавленое. Мне буквально ещё чуть меди надо, потому что патроны чуть подороже делаются. Мне бы прицел ещё в идеале. Я посмотрю, он дорого крахться, нет? 10 железа, редстоун и эмитист. По-моему, вот этот был. Сейчас быстренько делаю и идём на картов. Смотрите, если что, вот я в ящик сейчас верхний положу. Возьмёте, кому что надо. Всё, я дропаюсь. Займите, пожалуйста, займитесь, пожалуйста, базой. О, у меня, кстати, прилетело сердца сейчас, да. Так, вижу одного зелёного. А, меня убили. Но я тоже одного завалил. Я побежал за резами своими. Но вот тут пвп будет очень быстро. Типа, люди будут разлетаться моментально. И это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, не очень. У тебя нет права на ошибку никогда. Да тем более, я ещё и без брони. Трупы их тоже слутывайте. Капец, у нас тут народа полегло. А, сверху стреляет. Если что, на вышке тип сидит. Зомби, зомби, зомби мешает. Надо на шифтах стоять, чтобы не видели нас. Сейчас откуда-то отсюда должна голова вылезти. Ещё минус. Я снимаю сетчиков. Ещё одного. А, меня Дрюня откуда-то убил. Мы чё, у нас не получилось, я так понимаю, или чё? Просто мы их вроде убиваем, а вроде и нет. Я не знаю, какая-то страдает ситуация. Но, по-моему, нас поположили они. Не получилось штурмануть их, по всей видимости. Да, уже выходят лутают. Мне нужны железные слитки. Мало, очень мало. Мало, неприлично мало. Ну ещё, где-то плавится, тут нет. Всё, давай. На вышке дефим, если к нам кто-то подойдёт. И на базе восстанавливаем всё, потому что сейчас суматоха начинается. Нам надо сортировку ещё сделать. Пока вроде спокойно всё. Постройте склад, займитесь сортировкой. Это обязательно. Калаш дорого делается? Нет, недорого, кстати. Я хочу сделать СКС. СКС с хорошим прицелом. Так, сама СКС-ка готова. Нужен к ней ещё прицел. Прицел нужен снайперский, вот такой. Но светопуль для него нужна, блин. И вообще я хочу сделать ещё увеличенный магазин. А, там... Ой, нет, он очень дорогой. Всё. СКС-ка есть. Какой у неё калибр? 7,62х39. У меня как раз такое есть. А пистолет тогда я оставляю. Так, ещё раз. Чё по АПСе у нас обстановка добывается? То есть никто АПСу у нас не добывает, да? Я понял. В общем, я пошёл АПСу копать тогда. Раз всем пофиг на это. Просто без Незерсета вообще не вариант как-то тут сейчас действовать. Пацанва, спускайтесь вниз. Надо кучу алмазных кирок и копать АПСу. 96 АПСы на 1 Незерсет будет. Это единственное, с чем мы сможем выжить. Но всё-таки гринда не избежать, если ты не хочешь умирать постоянно. Ну, я по нему раз попал. Но этого мало. Я вижу только наших. Угу, пополз ещё один наверх. Одного снял с крыши. Ещё одному продамажил. Я не знаю, это наш, нет? Убил. Это вообще дрюня был. По-моему, пора мне уходить. Да, пора уходить. Я сделать-то ничего не сделаю. Максимум, убью кого-нибудь. Со мной кто-то идёт. Но наш это или нет, Вик, поймёшь. Попробую здесь в лесу тогда принять. Минус милок. Вообще с луком бегает. Отчаянный тип. Саня, какие у нас вообще планы? Да какие планы? Я хочу Незерку сделать. Я отправлял людей, говорил им колу, они не слушают. Так что, я не знаю, нам вышка нужна. Хорош, надо построить вышку нормальную. Несколько желательно. Вышек. Надо укрепить стены, сделать отстрел удобный. Постоянно, чтобы кто-то патрулировал. Для этого оружие надо. Да, деревья надо посносить. То есть, вот из этого, из того, что вы услышали, что вам лучше, тем и занимайтесь. Незерит, погнали. 23 слитка. Так, у нас был небольшой рестартик. Один крафт не работал. В общем, я сейчас себе буду делать Незеритовую кирку на эффективность 5. Как раз таки она нужна для гринда обсидиана. И таких кирок надо сделать, я не знаю, сразу 3. Пацанам скину. И буду постепенно делать Незер Армор. Парни, кто со мной псу копал? Подлетайте, я вам кирки дам, пойдем дальше этим заниматься. Это можно есть, серьезно? Воду можно есть? Я пока остатки занесу, спрячу. Сейчас мы копаем на Незерке и все, они замучаются нас убивать. Да, реально, воду можно есть. Ха! Хорошенечко, еще и 2 хпси заработал. Вот этой киркой копать обсидиан поприятней. Синие к нам бегут. Ну, пацаны, мы побежали тогда, но я не знаю, я не готов до конца. Я надеюсь, у нас кто-то вооружен. Блин, попаду вас. Мы немного не успели. Нам не хватило, вот не поверите, 5 минут. Просто 5 минут и все, и мы бы сами на них пошли. Тут вообще непонятно, тут все между собой воюют. Ладно, спускайтесь, тогда фармите. Скиньте мне всю апсу, которая у вас есть. Я буду дефутать. А почему я у нас синего на базе видел? Вы его убили? Где этот эклер жареный? Что у нас вообще происходит? Вроде есть кто-то, а вроде никого нет. Да, по-моему, пацаны разрулили. Все, Незерка есть. Теперь мне надо снопу делать. Я хочу себе баррот. Но мне нужно 5 стержней Блейза. Ну и миллиард железа, соответственно. В общем, мне надо 72 патронов сделать. Так, я пойду в схром это все скину. И это сделано для того, чтобы, если наши враги придут, они это не смогли найти. А не просто для того, чтобы там от своих как-то спрятать. Все, я заряжен. Я на дефе. Кто-то заряженный, со мной пара человек. Пойдемте на разведку сходим. Еще у нас на шифт встали. На юго-западе. Один чел на шифт встал только что. Можем тоже шифтануть и ждать, пока подойдет. Я вижу зеленого. Минус один. Кто-то с топориком бегает. Но у нас как не выход, так ночь. Я не хочу в ночь ходить. У меня тут вот. А, все. Найс плюс пест. Пойду на базу отнесу. Хотя я, наверное, оставлю его на запаску. Или не стоит. Не, наверное, стоит все-таки. Никому не подойдешь вообще. Надо больше сетов. И оружие надо серьезное. Мне нужна снайперка, чтобы я вышку сразу вырубал. То есть это надо сходить в ад. Слышь, Абтек, пойдем со мной. Рискнем лицом. И пошли. Зан тоже пошли. Бритон тоже пошли. Короче, нам надо сейчас дойти до портала в ад. И стержни первыми выбить каким-то чудом. Погнали крепость искать сразу. У нас просто сейчас может быть тут адское сражение. Кстати, костные блоки можешь поломать канал. Слушай, крепость, Клаус. Крепость. Чего мы вот это... Хотел сказать, вот удолбимся. Чуть не спалился. Глаза мы удолбимся. У нас крепость рядом. У портала один, пацаны. И просто давайте инфу, что кто-то идет. Мужики, я и так горю. Зачем меня обижать? Оу, щит, гад дэмит. А, да, точнее. Сейчас мы тут раскопаем все, чтобы побольше их спаунилось. Опа. Новая поставка. Так, у меня два стержня. Короче, полстака стержней фармим и уходим. Парни на базе, на фокусе будьте, потому что у нас большая часть сейчас в аду. Чтобы отбиваться, если че-чего. Сразу мне кидайте стержня, у кого сколько. У синих с зелеными опять заруба жесткая. Они сначала их потом... Ой, ё-моё. Как хорошо, что не на нас. Нас бы вообще сейчас разнесли. Да, пока они там стреляются, мы тут пытаемся выжить. Все. Главное сейчас до базы дойти. Да я не думаю, что им до нас сейчас. Все, сразу давайте на базу дергаем. Теперь помогите мне все железо собрать, какое есть. Слышь? А кто мой ящик вынес отсюда? Шамиль. Ты че думал, это мой ящик? Алё. У меня ящик стоял. Кто его забрал мне? Там Незерит лежал для крафта. Алмазы там спрятанные под крафт. Давайте, короче, этот. Нужна снайперка. Без снайперки мы не выиграем. Вот стоит ящик. Кидайте все железо в него. Вот возле меня. Прямо сейчас. Все железо, все алмазы, все золото. Иначе мы проиграем. Баррэн надо сделать. Да, я хочу баррэн сделать. Она их будет шотать всех. Это вообще будет тогда не проблема для нас. Я их просто с дистанции всех пощелкаю и все. Один лежит у них. Гуки просто в деревьях сидят. Патронов мало. По-моему, шотнул кого-то. Да-да-да, идите лутать, я буду каверить. Патронов мало. Хотя я тоже с вами, пацаны. Че, очкошники мы, что ли? Панали. Давай, не очкуем. Идем забираем. Попал, убил. Еще минус один. Давай, давай, давай. Кадач ковали. Ушел сквозь деревья один. Я его вижу. Убил. Дай я заберу его. Ой-ой-ой. Че я нажал? Че я нажал, чел? Чел? Все, забрал? Да-да-да. Наш, все. Как раз зеленые сейчас самые сильные должны быть, а мы у них повырубали сколько народу. Вот, смотрите, еще кентафарик залутанный, нет? Да, залутанный. Давай, ко мне подходим, парни. Я могу дать вам ствол. Я. На, ником тебе. Убраню кто-нибудь. Железное забирал. Спасибо. Смотри, тэк, тэк, тэк. Дай ему сет оставшийся. У тебя должны быть ботинки и штаны. Короче, вот. Вооружайте, чтобы у каждого ствол был. Если вам что-то лишнее дали, идите в ячек скидывайте. Мне нужен металл по-прежнему, парни. Очень много металла на снопу. Это давайте, наверное, да. Отправляйтесь в шахту, мы будем дефать. Не ленитесь, пожалуйста. Мы должны выиграть. Мы сейчас проеб... Мы на грани сейчас находимся. Какой-то типа от вафлетел. Давай сюда пистолет. Все, панали, короче. Пока не поздно. Ну его нафиг. Пусть я не думаю там, что мы на них нападаем. Остался буквально... Ну сколько? Два стака железа надо и все. Все. Делаю барретт. И на теле патрон на нее сделать. Там точка 50 BMG. Железо надо. Снимаю прицел. Вешаю его на снопу. Все, пацаны, снопа есть. Что, давайте попробуем что-то сделать. Ждем дня. Не на кого-то идем. Давайте тогда начнем с зеленых. Попробуем. Мы просто ждем день. Собираемся и идем. Но не надо обязательно впушивать. Надо сначала поснимать верха. Потом зайти. Сломать кровать. Их убить. И после этого уже я захожу и забираю знамя. Вот так мы делаем. Если вы в тупую влетите, вас всех пощелкают. Самое главное снять снайпера. Попробую этим заняться. Надо еще баллистику проверить. Но патроны дорогие. Жалко. Вышка по-моему пустая. Вон кто-то бегает возле базы. Но слишком быстро не могу сбить его. Сразу к базе в упор не подходите. Это ошибка. Я даже не вижу по кому он там стреляет. Я снайпера не вижу. Но это не значит, что его нет. Минус раз. Ну там вообще фиг попадешь с него. Все, попал. Сразу надо все перезаряженным держать. Не мешайте, твари. У нас война тут. Да сколько вас есть? О, хорош мне спину спас. Вон она сидит. Что, если тут позицию обустрою жесткую? И пойдет отстрел. Так, вижу, наверху есть один панику. Но он не выходит. Один крался, убил. По левой стенке можно слутать одного. Так, снайпер сидит. Снять не могу. Дрюню снял. Еще одного снял. Еще одного снял. Еще одного. Можно двигаться к ним. Есть вышка, если что. Еще одного. Убиваю много. Много убиваю. Вышку снял. Патронов нет. Добивай, добивай Арсения этого. Патронов нет. Парни, врываемся в базу. Я снимаю как могу. Как могу, помогаю. Убиваю много. Кровать найдите, пожалуйста. Они где-то снизу бегут. Вышку тейкните, хорошо. Все, входим, входим, входим. Все входим внутрь. Времени мало. Сейчас синий будет подтягиваться. Кровать сломали. Оружие забирайте. Я знамя беру. Оно застроено. Все, знамя у меня. Уходим, уходим. Все, выдвигаемся. Прямо сейчас уходим. У меня, короче, снопа идеальная. Но у меня сколько? 20 патронов на ней всего осталось. Мне надо будет железо на новый заход. Хорошо сделали. Сейчас хорошо. Четко отыграли. Все, вот прям все молодцы сейчас. Мне бок прикрыли. Ворвались на базу вовремя. Тейкнули вышку сразу. Красавцы. Пацаны, вниз тут чекич у нас. Просто копайте. Все, блядь, раскапайте. Жрет, сидит. Внизу, внизу. Ну черные блоки. Ты что, говна вебал что ли? Он же имя ставит. Все, хорошо, парни, забрали. Меня по-своему засчитало. Давайте вниз залутывайте себя, кто умер. Хотя я вроде по нему должен был попадать. Ну ладно, неважно. Забрали и забрали, красавцы. Так, смотрите. Железные слитки нужны. Посмотрите, пожалуйста. Сейчас, если просто у меня не будет патронов, мы не вывезем их. Ха-ха. Мы соврали. Два уже. Е. Давай, железо у меня возле станка есть. Что, приносите, если у кого есть. Это очень важно. Что, мы готовимся? Смотрите, в этот раз надо на дефе посерьезнее как-то вам стоять, потому что могут уже и одни, и вторые приходить. Одни за своим флагом, другие за чужим. То есть нам каким-то чудом надо сейчас синих снести. В этот раз я буду умнее, наберу блоков с собой. Патронов предостаточно, все есть. Кто готов, прям самые заряженные, надо отправляться у синих. У синих сейчас проблемы. То есть сейчас мы можем все это закончить, если сделаем все без ошибок. Или нам придется по-новой начинать. Давайте так же. Подходим, снимаем снайперов, как можно больше киллов, и потом только врываемся. То есть если вы ворвитесь на них, они у вас просто перестреляются. Я сразу... Только не торопитесь, я сначала позицию хорошую займу. Так, чтобы я прям четко все видел. О, и у них выше, как миллиард. Блин, а у них... Слушайте, надо чуть будет поджаться. И какие-то оборонительные сооружения возвести. До речки будем воевать, я думаю. Я трейк щелкнул. Нормально, нормально, нормально. Можно продвигаться по чуть-чуть. Я стены буду снимать. Мне пару секунд дайте подняться. Слишком много народа. У меня расфокус. Давай, давай, пикни. Кто пикает, будет первый. Парни, много убил. Очень много убил. Леха лутает себя. Да поэтому вот не залетает по одному. Я не даю им забрать, как могу. Но я всех не заберу. Надо подойти к вышке по левой стороне и пробивать оборону там. Да какой же ты везучий говнюк. Листья простреливаются. Минус чекич. Давай, давай, парни. Наша, наша, наша. Вот, смотрите, морт лутает. Кто там вышку ломает? Подойди ближе ко мне. Я не могу на базу ворваться. Там еще зеленые подошли. Синего вижу на вышке центральной. А, это не наши? Смотрите, впереди прямо еще один зеленый. Сверху синий. У меня оптика плохая. Я не могу далеко работать. Полетят сейчас лица. Давай. Я как могу. Джонни, давай, Джонни. Я верю в тебя. Там зеленые все. Мы против двоих сейчас. Этот бомбардер есть у нас? Снести все заграждения. Пробивайтесь в центр. Пробивайтесь через низ. Прокапывайтесь, парни. Не стоите. У нас времени в упор. Красный, наверху у тебя много. Тэг, наверху много. Осторожно, пожалуйста. У тебя в упоре. Тэг, тэг, двое. Не могу помочь. Центр забрали? Помог. Все, я захожу. Захожу брать флаг. Прикрывайте. Я снайпер, я в упоре ничего не сделаю. Давай. Сломали уже, нет? Давай, беру флаг. Все, оттягиваемся обратно на позиции. Просто добиваем их. Если у кого инвентари пустые, можете лутать, ходить. И уфт. Смотри, тактика. И уфт. Стой. Не вылазь так, не вылазь, пожалуйста. Смотри, подстраивайся к ним с моей стороны. И ломай блоки просто. Вот так, сверху стоя, ломай. Я буду их отстреливать. Давай, я сейчас перезаряжаюсь. Все, все. Высоты хватит, хватит. Ломай верхние блоки. Кровать там. Ломай кровать. Все, теперь уходим. Мы показали, кто тут бати, кто тут папочки. Они как будто другого результата ожидали или что? Как будто... О! Итак, дамы и господа. Мы собрали их все три. Е-баре! Победа! Сюда, нафиг. Начинали мы тяжело, конечно. Очень тяжело. Но мы выиграли.